Всем привет, друзья! Это канал Диктатура Закона. Сегодня я хотел бы поделиться с вами ситуацией, которая произошла со мной. И поделиться своим личным опытом. Еще раз добрый день. Финансовая компания, отдел изыскания, меня зовут Михаил. Как у вас обстоят дела касательно погашения вашего займа? Да никак денег нет. Больше для вас. То есть вы будете ждать, пока будет просрочка, больше 10 дней? Мы будем ожидать, пока, если вдруг когда-нибудь вы созреете до суда, мы будем защищаться от оттуда и все. Дело онлайн займа. Итак, поехали. Итак, с иском обратилась Жагыпарова. Дело рассматривалось в Есильском районном суде города Нур-Султан. В суде приняли участие 6 ответчиков. Почему 6? Да потому что иски подаются пачками. Эти дела объединили в одно производство и рассматривали. Я принимал участие на стороне одного из ответчиков. Других ответчиков представляли другие юристы. Самое интересное то, и что меня в большей степени задело, так это то, что те юристы признали задолженность. Зачем такие юристы, которые признают долг, которые соглашаются с исковыми требованиями? Они не оставляют суду никакой возможности, кроме как удовлетворить таким образом исковые требования. Я же поступил иначе. Я стал возражать. Я стал требовать сторону ИСА, в частности Жагбарову, предоставить соответствующие документы. Предоставить полномочия, предоставить основания для предъявления исковых требований. Но таких документов я от них не дождался. И как итог, будучи неугодным для суда, будучи неугодным для стороны ИСА, требования к моему клиенту были оставлены без рассмотрения судом. А в отношении оставшихся ответчиков исковые требования были удовлетворены. А че так можно было что ли? Вообще, я в этот суд пришел не для того, чтобы просто представлять интересы своего клиента. В большей степени я хотел увидеть саму Жагбарову. Молодую миллиардершу, которая заработала состояние, выкупая задолженности за копейки у микрофинансовых организаций. Вы только задумайтесь и представьте себе, когда 1 миллиард тенге задолженности выкупает всего лишь за 190 миллионов тенге. А че так можно было что ли? В суд Жагбарова так и не пришла. Но я не унываю. Поскольку все еще считаю, что в скором времени мы обязательно увидимся. Подписывайтесь на этот канал. Здесь будет еще много интересного видео. Мы поделимся своим опытом. До скорой встречи. Продолжение следует...